Приветствую! Меня зовут Макритс фон Липвик. Как мой день? Я рад, что вы спросили. Вы знаете, просто отлично! Если не считать того, что через пару минут меня казнят. В принципе, я неплохой человек, ведь про меня написали хорошую статью. К тому же, без меня им тут будет скучно. Может, они ещё передумают, когда узнают, что у меня аллергия на верёвки. Ты мой палач? Да. А что не так? Ничего, я просто приставлял чёрный плащ, колпак. Ну, извини, воскресенье, стирка. Понимаю. Так, может, по помилованию и по домам? Нет, давай ты лучше скажешь своё последнее слово, так как толпа хочет шоу. Хорошо. Всегда думал, что красноречие продлевает жизнь. Я знаю, то, что я симпатяга, вряд ли избавит меня от смерти. Для неё мы все на одно лицо. Но надежда величайшая из всех изобретений человечества. Так, давай не затягивай, это моё дело. Ещё пару слов, и мы все разойдёмся по домам. Ну, почти все. Я вижу, это всё-таки конец. Ладно. Хочу сказать напоследок, что веряю душу любому богу, который захочет спасти её. Давай, уже быстрее. А вы знали, что когда смерть подбирается к человеку совсем близко, к нему является ангел? И предлагает вернуться в ту точку жизни, откуда всё пошло не так. И на сей раз сделает всё правильно. Таким ангелом для Макрица стал лорд-ветинарий, которого все считали деспотичным правителем. Но он чудесным образом изменил жизнь в городке Ангмарпорке к лучшему. В Макрице фон Липфиге он увидел не столько талант к воровству, которое стало его второй натурой, сколько его умение выбираться из самых серьёзных передряг. Именно такой человек нужен был ему на городском почтамте, где за прошедшие четыре недели уже без вести пропало четыре начальника. Очень скоро Макриц понимает, что работёнка, которую ему подкинул лорд-ветинарий, ещё какая пыльная. И что ему предстоит не раз рискнуть своей жизнью, чтобы разгрести ту гору писем, которые накопились на почте и уже начали жить собственной жизнью. И может даже стать порядочным человеком. Но не всё сразу. Можете уже открыть глаза? Макриц! Вот мы и встретились. Расскажите мне о мистере Пратчете. Знаете, после смерти многое вылетает из головы. Вы не могли бы поконтреть? Я вам напомню. Терри Пратчетт – британский писатель, которого Елизавета II посвятила в рыцаре Бакалавры. Ах да, кое-что припоминаю. Секундочку. С возвращением. Хорошая попытка. Не попробуешь, не узнаешь. Ладно, хорошо, я попробую ещё раз. Расскажите мне о Терри Пратчете. Ладно. Терри Пратчетт писал комичную фантастику. У него был довольно своеобразный стиль письма. Он даже к комментариям внизу страницы писал комментарии. Он не любил разделять текст своих книг на главы и сделал это лишь пару раз в некоторых детских книгах и в книге о почтарении или «Держи марку». Вы только поэтому меня спасли? Нет, конечно. Я хочу предложить вам пост главного почтмейстера нашего города. Что скажете? Должен признаться, что я никогда не сажусь целенаправленно писать план будущего романа. Всё начинается с желания написать что-то на интересующую меня тему. Если вы хотите стать писателем, вы должны очень много читать, как в рамках собственного жанра, так и вне его. Я считаю, что писательство – это тяжелый труд, что грамматика, орфография и пунктуация должны быть частью жизни автора. А деньги – это скорее бонус к писательству, нежели повод. Так что скажете? Ну, почему бы и нет? Хорошо. Тогда подпишите вот это. Вы шутите? Тут страниц-то. Вы, главное, своё имя. Напишите. Прошу, ваше настоящее имя. Я после смерти ещё не пришёл в себя. Со мной просто такое впервые. Представляю. Ну что ж, мистер Макритс, теперь вы почти добропорядочный гражданин. Ура! Ну, раз вы не собираетесь угощать меня тортиком с чаем, я, пожалуй, пойду. Прощайте. Мистер фон Липвик. Да? Учтите, ангелы не приходят дважды. Я вас понял. Тогда до встречи, лорд ветинари. До встречи.